Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Майя Хамдохова. Сегодня в Черкесске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Карачаева Черкесской Республики и Дню города Черкеска. Программа насыщенная и разнообразная. В эти минуты на проспекте Ленина в районе Драматического театра открывается выставка-ярмарка достижений народного хозяйства Карачаева Черкесии. И по соседству можно посетить сельскохозяйственную ярмарку и приобрести товары по ценам ниже рыночных. Разнообразная программа ждет жителей и гостей республики в парке «Столетие» Карачаева Черкесии. В 11 часов можно увидеть яркое представление на площади перед мэрией Черкеска. Откроется светомузыкальный фонтан. А с 12 часов начнутся мероприятия в парке культуры отдыха «Деленый остров». Всех любителей футбола приглашают на матч в 16.00. И впервые состоится киносеанс под открытым небом в музейном дворе музея-заповедника с 19 до 20 часов. Подробно с программой мероприятия вы можете ознакомиться на нашем телеграм-канале «Вести» Карачаева Черкесия. Диалог по-честному. В роли главного респондента глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. А активисты и лидеры движения «Первых» в позиции вопрошающих. В ходе доверительной беседы они узнали, какая историческая личность ближе по духу главе республики, какой суперспособностью он хотел бы обладать, если бы была такая возможность. Какие у него профессиональные цели. Вопросов было много, но и ответы не заставили себя ждать. Фатима Даурова подробнее. Встреча Рашида Темрезова с самыми первыми в республике в этот раз носила информационно-познавательный характер. Лидеры движения со всех районов и городов Карачаева Черкесии рассказали главе о своих победах, участии в различных региональных и всероссийских проектах и конкурсах, планах на будущее. Он поддержал новые идеи ребят, а также поделился своими впечатлениями. Вы гораздо тоньше чувствуете и понимаете, что сегодня нужно для развития детей, не только в образовании, культуре, спорте, творчестве, во всех начинаниях. И здесь, конечно, тем, пусть коллеги на меня не обижаются, чем каким-то методическим рекомендациям следовать. Лучше послушать то, что сегодня детей больше всего интересует. За время существования движения у них накопился внушительный список того, чем хотелось бы поделиться. Это и рост количества участников. Их сейчас 13 тысяч в республике. Первые победы и промахи – реализованные проекты. У нас 278 первичных отделений, а первичные отделения у нас открываются как на базе дошкольных учреждений, как на базе школьных учреждений, СПО, вузы, также музеи. И наши национальные организации тоже к нам подключаются, что немаловажно. Активисты смело и открыто делились идеями. И такой настрой продолжился уже в более неофициальной части, когда участники встречи перешли к беседе с главой. Кстати, формат дружеского общения предложил сам Рашид Тимрезов, призывая молодых собеседников быть предельно раскрепощенными. Добрый день. Меня зовут Борчаев Ахмат. Я студент Северо-Кавказской государственной академии. И у меня к вам такой вопрос. Какую суперспособность вы бы хотели обладать? Наверное, сегодня увидеть то, как наша республика, наша страна будет все лучше и краше. Сегодня это увидеть. А я уверен в том, что я это обязательно увижу вместе с вами. Добрый день. Меня зовут Хатова Диана. Я ученица средней общевызывательной школы, а обе сильней. У меня такой вопрос. Если бы у вас была возможность встретиться с каким-то человеком в истории, кто бы это был и о чем бы вы поговорили? Мне, конечно, было бы интересно, наверное, если так гипотетически рассуждать, пообщаться с Петром Первым. Потому что человек, который... Это первый император нашего государства. Человек, который очень много привнес, не побоялся, не постеснялся привлекать все самое лучшее на то, что есть в мировой европейской практике. Что бы вы хотели, чтобы о вас вспомнили через 50 лет? Конечно, хотелось бы, чтобы добрым словом вспоминали. Но надеюсь, что 50 лет проживу. Вместе с вами буду радоваться вашим успехам, вашим победам во всем. Вы же первый. И через 50 лет об этом поговорим с тобой. Рашид Темрезов слушал их и отвечал на все вопросы. И что особенно ценно, разговаривал с ребятами на равных, без скидок на возраст и опыт. Рекомендации давал четкие и рабочие. Не бояться критики и завистников, не пасовать перед трудностями, смело идти к своей цели. Ярким моментом встречи стало вступление лидера республики в должность главного наставника движения первых в регионе. Быть с Россией. Быть в России. Быть человеком. Быть человеком. Быть вместе. Быть вместе. Быть в движении. Быть в движении. Быть первым. Быть первым. АПЛОДИСМЕНТЫ После такой теплой и заряженной на победы и свершения встречи, ребята готовы свернуть горы и стать лучшими не только в республике, но и в стране. Очень классно, потому что Рожис Борис Пивич – это высшее лицо нашей республики. И пообщаться с ним было для нас огромным опытом. Фатима Даурова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. 16 сентября в 12 часов на базе 6-й школы Черкеска в очном формате пройдет федеральная образовательная акция «Диктант здоровья». Цель мероприятия – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. Все желающие смогут проверить свои знания онлайн, пройдя тестирование на портале Роспотребнадзора до 21 сентября. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная кампания по вакцинации против сезонного гриппа. Первыми, кто решил показать жителям республики пример внимательного отношения к здоровью своему и окружающих, стали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Вместе с ними вакцинацию прошел и наш корреспондент Артур Мхце. Представитель отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Батыр Хапаев традиционно в числе первых вакцинируемых от сезонного гриппа. Говорит, что своевременно сделанная прививка помогает пройти опасный период без проблем для здоровья. Вакцинация – это прежде всего профилактика инфекционных заболеваний. И на сегодняшний день это единственный эффективный способ защититься от различных инфекций. Пример одних, другим – наука. По такому принципу специалисты ведомства и их руководитель Сергей Бескокотов действуют из года в год, предлагая присоединиться к акции и всем остальным. Тем более, что по прогнозам снова стоит ожидать непростой эпидемиологический сезон. Чтобы успешно его преодолеть, необходимо вакцинировать от гриппа не менее 60% населения. А это порядка 250 тысяч жителей Карачао-Черкесии. Эта вакцинация проводится ежегодно. Начало ее традиционно в сентябре месяце каждого года. И первые партии вакцины, как взрослые, так и детские, уже в республику поступили. Что сказать о вакцине? Вакцина каждый год меняется. В этом году изменены несколько штаммов. Наши научные кадры в институтах, которые производят эту вакцину, подстраиваются под те штаммы, которые циркулируют и которые, предположительно, будут циркулировать в следующем эпидемиологическом сезоне. То есть вакцина от гриппа постоянно обновляется. Реагируя на его ежегодные мутации, эксперты создают и предлагают только актуальные варианты иммунопрофилактики. Когда люди болеют, у них берут анализы, смотрят, какими вирусами человек заболел. И тогда о составе этих вирусов мы информируем высшестоящие организации. И так вся информация доходит до Всемирной организации здравоохранения. И на основании наших исследований Всемирная организация здравоохранения вырабатывает рекомендации по составу актуальных вакцин. Нужно сказать, что в этом году у нас применяются для иммунизации населения две вакцины. Это традиционный СОВИ-грипп с изменёнными компонентами и четырёхкомпонентная вакцина Ультрикс-Квадри. В Карачаево-Черкесию партия вакцина от гриппа уже поступила, причём как для взрослых, так и для детей. Провакцинироваться можно в любом лечебном учреждении по месту жительства. Но чтобы самочувствие не оказалось хуже прежнего, специалисты настоятельно рекомендуют перед вакцинацией обратиться к лечащему врачу. Тот осмотрит, проверит состояние здоровья и даст направление, учтя все противопоказания, например, излишнюю восприимчивость к отдельным компонентам препарата. Артунг Цалибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. С 2025 года отделение социального фонда по Карачаево-Черкесии назначит надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов первой группы в размере 1200 рублей. На сегодняшний день выплаты получают порядка 17 тысяч жителей Карачаево-Черкесии. Надбавка ежегодно будет индексироваться вместе с пенсией в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии. На сегодняшний день выплаты в размере 1200 рублей получают порядка 17 тысяч жителей республики. Это люди, которые ухаживают за инвалидами первой группы или пенсионерами, достигшими возраста 80 лет. Социальный фонд автоматически назначит надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами первой группы или достигли возраста 80 лет. «Самим пенсионерам Карачаева-Черкесии никуда обращаться для этого не нужно. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, не потребуется», пояснил управляющий отделением социального фонда республики Аслан Озов. «Такой свет знаний зажег мой университет». По таким названиям на «Аллее памяти» и славы Карачаева-Черкесского госуниверситета к началу учебного года заработала экспозиция, посвященная сотрудникам вуза, внесших свой вклад в становление и развитие университета. На «Аллее» фотографий ректоров, которые возглавляли вуз в разные годы, также деканы, заведующие кафедрами и старшие преподаватели. Эти люди каждый день совершали незаметный подвиг, передавая свои бесценные знания, вкладывая в студентов любовь к науке. В открытии приняли участие министр туризма курортов республики Расул Тикеев, министр спорта региона Рашид Узденов, заместитель министра образования Фатима Бикижева, мэр Карачаевска Марат Урусов, исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусултан Узденов подчеркнул, что каждый из этих преподавателей является частью богатой истории не только вуза, но и Карачаева Черкесии. Смысл философии 2-го эра 5-я в том, что мы сейчас, естественно, радуемся тем успехам, которые инвестит достиг на сегодняшний день. И мы должны помнить, благодаря чьим усилиям, а именно предыдущим поколениям людей, которых с нами физически нет, которые памяты остаются с нами, благодаря прежде всего их труду, их знаниям, благодаря их свету, который они зажгли, теплится здесь вот этот очаг, очаг тепла, очаг света, который озаряет нам, который дарит нам тепло в нашем университете. Телеканал «Киномульт» запускает всероссийский семейный конкурс «Юный аниматор». На основе работ победителей будет создана графика телеканала. Участникам предлагается включить воображение и пофантазировать, как может выглядеть логотип канала. Для этого нужно взять карандаши, краски мелкие, цветную бумагу или пластилин, создать видео и выложить свою работу на сайте animator.kinomult.tv. Профессиональное жюри оценит все работы и определит победителей. Срок подачи заявок на участие в конкурсе с 16 сентября. Победители будут выбраны в двух возрастных категориях – от 4 до 10 лет и от 11 до 15 лет. Субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Приятных выходных, отличного отдыха и незабываемых впечатлений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова